МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. Синдром бабочки. Так красиво называют одну из самых страшных и неизлечимых болезней. У людей с таким диагнозом чересчур чувствительная и нежная кожа. Такая же тонкая, как крылья бабочки. Повредить ее может любое прикосновение. Это очень редкое заболевание. В нашем крае людей с синдромом бабочки всего лишь шестеро. Одна из них Виктория Гугуева. О ней мы узнали благодаря фонду Белла, единственной организации, которая занимается с такими людьми. С Викой встретился мой коллега Максим Иванов. Сколько ангелов живет в ее комнате, Виктория не знает. Говорит, что никогда их не считала. Мне почему-то захотелось, чтобы их было много. И, наверное, потихоньку-потихоньку узнали друзья на каждый какой-то определенный праздник. На День Святого Валентина подружка могла подарить на сердечки. Она верит, что каждый из них призван ее оберегать. Смотрю в глазки. Мне кажется, что они смотрят. И внутренне где-то мне, скажем так, может быть, улыбаются. Сейчас Вике 26. Это значит, что каждую минуту на протяжении 26 лет она ощущает физическую боль. И к этому, говорит, невозможно привыкнуть. Я психически здоровый человек. И внутри я такой же, как все человек, естественно, которого хочется любить, быть любимой. Чтобы у меня была семья, чтобы у меня были дети. Виктория родилась с булезным эпидермолизом. Заболевание редкое. Им страдает всего один человек на 50 тысяч. И тяжелое. Таких людей в народе называют бабочками из-за невероятной хрупкости их кожи. К доктору ходила, как положено. Родилась вроде здоровая девочка. Она пятый день натерла на щиколотках с внутренней стороны мозоли. Новорожденные девочки каждый раз ставили неверные диагнозы. Прописывали медикаменты, но Вике от них становилось только хуже. Трение о пеленке и вещи вызывали мозоли и даже открытые раны по всему телу. У нее вообще на пяточках не было... Кости, в общем-то, светились. Только через несколько месяцев родным Виктории сообщили, у девочки редкая врожденная болезнь. И она неизлечима. Поездки в Москву, безденежье, все уходило на лекарства. А в то время еще и дефицит был. Мы даже трубчатые бинты не могли купить в аптеке. Это был дефицит. Почти каждый день ребенку бабочке нужны были перевязки. Неосторожное прикосновение к любому предмету могло стать для нее трагедией. Пошли мы с ней за водой. Ну, как все дети, да, идут за руку по бордюру. Но вот она соскакивает с этого бордюра. И как по инерции мы, да, хватаем, чтобы не упало. И вот я за руку потянула. И вот эта вот вся кожа, которая у нее была на пальцах, она осталась у меня в руке. От нестерпимой боли маленькая Вика зарыдала. Мама постоянно плакала, зализывала, как говорится, эти раны ей замазывала. Вот я пришла, сама плачу, боюсь, что мне сейчас достанется. Я не усмотрела. И она вот так вот каждый палец натягивала назад, чтобы не была голая рука. Замазывала, потому что лечение какое? Масло облепиховое. И вот эти раны заживали месяц. Из-за частых ран на руках пальцы Виктории начали срастаться. Родные не знали, что их нужно было перевязывать по отдельности специальными бинтами и надевать лангеты. Это была не жизнь, а какая-то каторга. Я не люблю вспоминать эти времена. Мы выжили, ничего страшного. Вика закончила школу на дому, а в 18 лет впервые без памяти влюбилась. Заочно. Однажды на ее телефон пришло сообщение. Как позже выяснилось, автор ошибся номером. Так Виктория познакомилась с Эльмаром из Новороссийска. Всю правду о себе девушка не говорила. Я стала его обманывать. Кроме того, что меня зовут Вика, я живу в Славянске, он больше ничего обо мне и с правдой не знал. Роман в СМС-письмах длился долго. Мы не видели друг друга. И так мы общались аж 6 месяцев. Спустя некоторое время Виктория по телефону призналась в любви Эльмару, но понимала, что между ними не может быть ничего. Я благодарил ее за это. То есть это было благодарство всегда предметом, может быть, шуток. И, соответственно, мы по этому поводу шутили, смеялись. Когда Виктория сообщила о своей болезни, Эльмар ее не оставил. Напротив, стал ее близким другом. Часто приезжал в гости и даже уговорил поступить в ВУЗ. Я говорила, я не смогу писать, успевать. Это трудно. На что он сказал, есть диктофоны, ты можешь записывать, прослушивать, диктофоны переписывать. Я воспринимал этого человека как полноценного человека. Я не давал никаких поблажек в общении. Сейчас Эльмар живет в Москве со своей супругой и ребенком. А девушка-бабочка закончила институт по специальности педагогика и психология. Вот такая я бабочка. Замечательно. Устроиться на работу Виктория не может. Вряд ли найдется работодатель, который будет терпеть ее частые больничные и необычную внешность. Сейчас вот срастаются вот эти два пальца, для меня жизненно необходимые. Если они до конца прирастут к ладошке, то для меня это будет большой ужас. Но психологическую помощь она все же оказывает своим родным. Я всегда маме говорю, мам, большое спасибо, что ты смогла пройти этот нелегкий путь. Ежемесячно на перевязке и мазе для девочки-бабочки семья тратит до 30 тысяч рублей. Все, что зарабатывает на выращивании овощей и фруктов. Мы вывозим в основном с Викой на рынок, торгуем. В общем-то, зарабатываем деньги. Иначе не проживешь в наше время. Не так давно из Москвы для Виктории пришла посылка с дорогими перевязочными материалами. Это был подарок от благотворительного фонда «Белла». Я стояла и плакала. Потому что, ну и приятный был слезы счастья где-то. Это было для меня очень трогательно. Потому что нам никогда никто не помогал. После посылки из фонда Вику и ее родных пригласили в Москву. На праздник собрались дети-бабочки со всей России. До этого Виктория никогда не видела ребят с таким же, как у нее, заболеванием. Ее отец тоже. Когда Володя увидел детей таких вот маленьких, как вот Вика, наверное, года три, да, он просто плакал. У него перекрутилась вся жизнь вот с рождения ее и до вот сегодняшнего дня. После этой поездки Виктория перестала прятать свои руки на улице. Но протянуть их чужому для нее человеку вряд ли когда-нибудь решится. Свои руки я могу доверить только тому человеку, которому я доверяю всей душой, всем сердцем. В котором я уверена, что если он взял мою руку, значит он воспринимает меня такая, какая я есть. Один московский доктор пообещал провести бесплатную операцию – разъединить пальцы на руках. Для этого девушке и ее маме необходимо отправиться в Москву на несколько месяцев. После операции нужно будет посещать врача чуть ли не каждый день. Но денег на временный переезд в столицу у семьи пока нет. Я маме сказала, если мне вот сделают руки, ну пальчики, чтобы у меня была ладошка, то я просто лоб в кровь расшибу, но я выучусь на водительское удостоверение, я буду водить машину. Будешь мамочку выжить. Конечно, папа уже место забил, сказал, что я его на рыбалку должна бы это свозить. Максим Иванов, Самир Гачаев. Такая жизнь. Если вы можете помочь Вике, звоните к нам в редакцию по телефону 254-22-33 или пишите на адрес live9tv-sobaka-mail.ru Это была «Такая жизнь». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова